Первый я Орел, управляемым огонь. Орел я первый, цель поражена. Обучение похоже на компьютерную игру. Роль компьютер выполняет унифицированный тренажер для подготовки операторов, противотанковых и противоракетных комплексов. Конкурс, фагот и карнет. Военным нужно поразить цель, к примеру, танк или вертолет противника. Оборудование поступило на вооружение Дальневосточного военного училища совсем недавно. Сейчас новую технику осваивают преподаватели, чтобы в дальнейшем обучать курсантов. Задается программа, на компьютере запускается упражнение. Допустим, полет вертолета на определенном расстоянии с определенной скоростью. Либо танк. Можно в ночном режиме запускать. Как в реальной обстановке, так и в симуляторной. Пустыня, горы, степь, тайга. В таких условиях будут обучать курсантов. При этом цель может быть как виртуальной, так и реальной. К примеру, вот этот видавший виды танк собираются уничтожать виртуальными снарядами. Техника попадает в объектив видеокамеры, которая установлена в тренажере. Система даст знать, попадет ли ракета в цель, покажет траекторию и скорость снаряда. Программа задается 10 пусков. И компьютер от индивидуальных особенностей обучаемого начинает усложнять программу самостоятельно. То есть после первых двух-трех пусков компьютер начинает смотреть, как реагирует за скоростью передвижения прицела. Как обучаемый пускает ракету и начинает изменять условия для выполнения упражнений. К примеру, при задымлении поля цель будет еле видна. Такое задание хорошо развивает реакцию и стрессоустойчивость, говорят преподаватели. Тренажер мобилен, его можно использовать на занятиях в приказарменных и в полевых условиях. Задача командования училища и профессорского преподавательского состава – это подготовить выпускника, способного грамотно и творчески управлять огнем своих приданных и поддерживающих подразделений в бою, знающего боевые свойства своего вооружения, вооружения армии вероятного противника. Тренажер стоит 9 миллионов рублей, но это выгодное приобретение, говорят в ДВВКУ. Использовать реальные снаряды для обучения курсантов – дорого. Один стоит несколько сотен тысяч рублей. Задания на тренажере обучающиеся будут выполнять на зачет. Систему оценки и методику обучения военным преподавателям еще предстоит разработать. Занятия начнутся на следующей неделе. Анастасия Носкова, Иван Миночев, Альфа Новости.